Девушки отдыхают Которые заинтересовались моим предложением Насколько я понял, они его даже поддержали Но в какой части? Чтобы дать выступить депутату не в начале А в конце заседания областной думы И чтобы это был не один депутат от какой-то партии А чтобы могли высказаться все желающие Итак, по результатам голосования проект постановления не принимается Ну уж коли мы с вами в устав внесли Право граждан Тульской области Вносить законопроекты в Тульскую областную думу Соответственно должен быть законопроект Который регламентирует этот порядок Но что меня насторожило? Статья 4, пункты 2 и 4 Итак, мы подвергаем проверке 20% от 25 тысяч Я считаю это очень хорошо Таким образом мы показываем, что доверяем гражданам Своим тулякам, землякам Но 3% от 20 проверяемых Я считаю никуда не годится 150 голосов могут перечеркнуть полностью 25 тысяч голосов собранных В пользу того или иного законопроекта Я предлагаю проверять 25% а не 3 Это составит 1250 голосов И внести еще 35 Если набрано 35 тысяч голосов и более То проверке подлежат 20% От общего количества собранных голосов И также при проверке 25% от этих 20 Если будут недостоверными То будут считаться Законопроект будет снят С рассмотрения Итак, законопроект принят в первом чтении Посмотрите, что происходит Вот буквально на этой неделе прошли 3 комитета 3 дня плотной работы На всех 5 комитетах За 3 дня выступают, естественно, все докладчики с докладами В основном это ответственные лица Первые лица правительства Директора департаментов Себя как депутата я не принимаю в счет Это моя работа И вот 3 дня они приходят к нам По полтора-два часа сидят на каждом комитете Так после этого мы еще приглашаем их сюда На заседание областной думы Зачем мы это с вами делаем? Есть ответственный комитет Который рассматривает тот или иной вопрос В компетенции этого комитета Не могут они ходить к нам сюда 4 раза в месяц Хватит и двух Один раз ответственный комитет И один раз живое общение в зале Вот они все красивые здесь сидят Ответственный комитет предлагает Отклонить законопроект Голосуем по данному предложению Итак, законопроект А? А покажите, пожалуйста, результаты голосования Итак, по результатам голосования Законопроект отклонен История будет иметь продолжение Потому что многим депутатам Тоже хочется выступить С тем вопросом, который они считают нужным Не тот, который обязательно внесен в повестку дня Я считаю, что как раз здесь-то и есть Ущемление прав и свобод депутатов областной думы Как избранников народа Мы обязаны говорить то, что считаем нужным И имеем на это полное право А по поводу моего законопроекта Который также был отклонен Я хочу сказать следующее Вы знаете, вот Это нужно испытать Вот я уже сегодня вносил Шестой законопроект За время пребывания депутатом областной думы Соответственно, я прошел Шесть на пять Тридцать комитетов На каждом комитете ты говоришь абсолютно одно и то же Но решение принимает только один комитет И ты понимаешь, что четыре комитета Ты зачем проходил? Смысл-то какой? Вот оно живое общение Пожалуйста, задавайте мне здесь вопрос Я на любой ваш вопрос отвечу Решение принимает все равно Только ответственный комитет Поэтому я считаю, что данный законопроект Отменен, но наступит время Когда к этому придут Уж во всяком случае Пусть рассмотрит тогда мое предложение Проводить комитеты в один день Зачем их растягивать на несколько дней И отрывать людей от работы? Я считаю, что в этом есть все-таки здравый смысл Спасибо за внимание